Подсчитано, что за жизнь человек спит 30% времени. Ну, евреи может быть 35, но это не важно. 10% жизни человек ест. Ну, евреи может быть 11, но это тоже не важно. А важно то, что всю оставшуюся жизнь человек ждет. И с этой точки зрения очередь, самое гениальное изобретение человечества. Ну, во-первых, потому, что в компании не так скучно ждать. А во-вторых, сама мысль о том, что тот, который пришел после вас и дышит перегалом ваш затылок, получит это, причем не важно что, после вас окрыляет и дает силы терпеть того, чей пот на затылок вы видите впереди, и кто получит это, причем опять же не важно что, перед вами. А теперь представьте себе, что очередь развернулась на 180 градусов. Вы скажете, такого не бывает? Очень даже бывает. В разные времена и в разных странах это называлось по-разному. В России это называлось Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Кто был последним, стал первым, кто был первым, стал крайним. А очереди стали за всем. И у поста номер один, кто не помнит, это Мавзолей, выстроилась очередь номер один. Спросите, зачем? Убедиться. А очереди стали за всем. За хлебом нужно было стоять час, за водкой три, за туалетной бумагой, простите, за каламбур, стояли сутками. Появились очереди на месяцы, на недели, с утренними перекличками, с номерами на руках. Двадцатый век вообще богат на очереди с номерами на руках. В некоторых из них евреев пропускали без очереди. Но сейчас речь о других очередях. Были очереди, которые продолжались годы. Некая тетя Сара стояла одновременно в пяти таких очередях. На квартиру, на машину, на ПМЖ в Израиль, на зубы и на в клуб знакомств. Где успеха можно было добиться только при наличии или квартиры, или машины, или на худой конец зубов. В конце концов, в одной из очередей она познакомилась с таким же ожидающим и вышла замуж по любви. Так и не дождавшись от жизни, ничего хорошего. Так что получается, всю жизнь человек ждет, начиная с того, чтобы появиться на свет и заканчивая наоборот. В промежутках между этими двумя ожиданиями он дожидается всего остального, включая самое неожиданное.